В общем, история ведь это не просто список каких-то событий. История — это учебник для современных политиков. Потому что планета вся та же самая, народы те же самые, цели те же самые, государственные границы, ну, немножечко меняются, но, вы знаете, в зависимости от питания у людей тоже государственные границы. В ту или иную сторону, бывает, как-то двигаются. То есть ничего не меняется. Поэтому в чем смысл фальсификации истории? Выдать белое за черное, хорошее за плохое, а плохое за хорошее. Чтобы современный или будущий руководитель какого-либо государства открывал исторические книги, и у него была полная каша в голове. Ведь Советский Союз был уничтожен, конечно же, из-за предательства части элиты. Это понятно. Мы не будем сегодня, если вы не будете задавать вопросы на эту тему, это обсуждать. Но Советский Союз экономически тоже надорвался на том, что он оказывал помощь всевозможным странам Азии и Африки. И, в принципе, для того, чтобы получить советскую помощь, нужно было совсем немного. Нарисовать у себя на флаге автомат Калашникова и значок с Лениным на грудь повесить. И, в принципе, все. Помощь из Москвы уже могла тебе идти. При этом, что у тебя там в голове было, совершенно неважно. Совершенно неправильная политика с точки зрения того, когда помощь оказывалась по идеологическим причинам, и очень часто в расчет не принимались, хотя не всегда иногда принимались, какие-то геополитические моменты. У американцев же всегда очень четкий расчет. Мерзавец, но наш мерзавец. Значит, будут помогать. О чем он там себе думает, совершенно неважно. Поэтому американцы могут сначала быть выгнанными из Камбоджи, Кампучии со стороны местных партизан, а потом договариваться с этими же партизанами под командованием Полпота, делать из них наркодилеров, коррумпировать таким образом и подталкивать им человеконенавистнические идеи, уничтожать население своей страны, чтобы опять дестабилизировать этот регион и вернуться уже туда, значит, под каким-то новым соусом. То есть есть цели, но нет принципов. Вот это политика Соединенных Штатов Америки. Советский Союз надорвался. Американцы на родостях на себя возложили не только ту зону, которая была наша, но и даже начали, собственно говоря, финансировать почти все, что существует в мире. Значит, первое. Вот я вчера слушал встречу Старикова Николаевича с замечами. И он там неоднократно говорил о том, что Советский Союз был экономически обречен. Я вот позволю с ним не согласиться. И не согласиться, потому что я все-таки историк профессиональный, а не публицист. И я изучал в том числе и вопросы советской экономики, в том числе по работам таких крупных ученых, как, например, Григорий Ханин. Это новосибирский ученый, который последний четверть века очень детально, да даже больше, по-моему, лет 30, очень детально изучал всю советскую экономику и динамику и отраслевую систему и так далее, и так далее. Так вот, несмотря на то, что на рубеже 70-х, 80-х и в первой половине 80-х годов у Советского Союза были явные проблемы с экономическим ростом и явные проблемы с управленческой и производственной трудовой дисциплиной, экономика Советского Союза развивалась динамично и не знала тех традиционных и характерных для буржуазной экономики кризисов, которые сопровождали буржуазную экономику с самого момента ее рождения. То есть они априори были присущи этой экономике. В чем была принципиальная разница между советской социалистической экономикой и буржуазной? Именно в этом. То есть у нас даже не было падения производства. Да, рост промышленного производства и особенно аграрного производства он существенно стал замедляться. Но он был связан во многом с проблемами кадрового обеспечения, с проблемами управленческого аппарата и так далее, и так далее. А не с самой этой системой. То есть надо было реформировать эту систему. И с точки зрения экономики Советский Союз не был обречен. Это ложный посыл, который нам постоянно пытается внедрить и наши доморощенные либералы, начиная с Егорушки Гайдара, и наши нынешние патриоты. Особенно большие поклонники императорской России. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо понимать, что Советский Союз весь период своего существования он находился, как ты правильно говорил, под постоянным градом ударов со стороны буржуазной системы. То есть у нас не было такого состояния, когда бы мы получили 5, 10 или 20 лет спокойного развития. Ведь не случайно та же гонка вооружения была нацелена прежде всего на подрыв советско-экономической модели. Но тем не менее мы смогли вот в этих тяжелейших условиях не ограбления других континентов и держав, а наоборот помогая во многом им наравне противостоять вот этой буржуазной мировой системе. Не забывая, что советская экономика, она была вторая по объемам экономикой мира. И более того, на рубеже 70-80-х годов возникли все предпосылки того, что советская экономика вырвется вперед, даже вот при тех заниженных темпах промышленного и аграрного роста. Это на самом деле и напугало наиболее проницательных лидеров западных стран, в частности ту же Маргарет Тэтчер. Ведь Фурсов совершенно прав, когда он говорит о том, что в 91-м году, выступая на одном из закрытых совещаний, Маргарет Тэтчер прямо сказала, что в начале 80-х годов Советский Союз с точки зрения военной державы не особо беспокоил Запад. Почему? А потому что был достигнут вот этот вот ракетно-ядерный паритет. Они-то опасались именно того, что Советский Союз с точки зрения экономики угробит вот эту вот буржуазную экономику. Отсюда, кстати, и рождение вот того самого знаменитого Тэтчеризма или той самой знаменитой рейганомики, которая и пришлась вот на время правления в Англии Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгера в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, это тоже надо подчеркнуть, у нас проблемы в экономике, они во многом начались не только потому, что нам помогали, ну, в кавычках, понятно, да, наши изотянские и европейские партнеры, а и потому, что еще при Хрущеве фактически начался слом сталинской модели советской экономики, которая показывала вот столь огромные темпы роста ВВП, то есть валового внутреннего продукта. Ну, более мощные темпы роста ВВП, естественно, были в промышленном производстве, в аграрном секторе там эти темпы были ниже, но тем не менее они тоже были, и причем были довольно показательными, при том, что, я напомню, у нас был довольно существенный прирост населения страны, если мы из войны вышли, численность населения у нас была примерно, ну, я беру плюс-минус там 167 миллионов человек, то когда Советский Союз рухнул через 45 лет, через 45 лет, то численность населения Советского Союза была 285 миллионов человек, а сейчас за 25 миллионов мы не можем, ой, за 25 лет, прошу прощения, мы не можем даже дорасти до численности населения РСФСР 1990 года. Я напомню, что тогда численность населения в Российской Федерации была, по-моему, 158 миллионов, а нас сейчас всего 146-147 миллионов. Это тоже надо понимать. С чем был связан отказ от сталинской модели? А вот с теми, вот о чем говорил Костя, троцкистскими, так сказать, поползновениями внутри, прежде всего, центрального партийного аппарата и вот этой вот, значит, когортой этих 60-ников внутри партийных диссидентов, которые именно тогда стали фактически формироваться внутри центрального партийного аппарата. То есть начался погром сталинской модели экономики. Он шел этот погром по разным направлениям. Ну, например, реформа 57-го года, фактически разгром Совета Министров СССР и переспределение управленческих функций от центральных промышленных отраслевых министерств, так называемые совнархозы. Второе, это, например, знаменитый вот этот вот Косыгинско-Либермановская реформа, истоки которой берут свое начало еще в 61-62-м годах. Вот никто никогда не задумывался, а почему наши либералы, в том числе и от экономики, тот же Егорушка Гайдар, тот же Чубайс, тот же Рыжков и другие, поют такую аллилую Косыгинской реформе. Они говорят, что вот, дескать, если бы она... Так Косыгинская реформа по всем своим показателям, это была вторая редакция НЭПа или НЭО-НЭП. И именно эта Косыгинская реформа практически уничтожила сталинскую модель социалистической экономики. Почему? А дело в том, что в основу этой реформы был положен основной принцип рыночной или буржуазной экономики. Прибыль. Вспоминайте, с чего начиналась эта реформа. Со знаменитой статьи того же харьковского профессора Либермана, которая была посвящена именно этому основному показателю экономического развития любого производства и страны. И была же тогда альтернатива, реальная альтернатива академиков Лужкова и Косыгин, будучи, кстати, при Хрущеве сторонникам именно этой альтернативы, на самом деле от нее отказался, как только Хрущев был низложен и Косыгин возглавился от министров СССР. Его спросили, почему. А он четко и ответил, что... Надежда Николаевна, а он четко и ответил, что, значит, Либермановская реформа, она не стоит даже той бумаги, на которой она написана. А в Лужковскую реформу надо было вложиться. Надо было, строить несколько десятков вот этих вот вычислительных центров, которые могли бы, значит, обрабатывать в доле секунды огромный поток информации, в том числе экономической, ну и так далее, и так далее. Я сейчас не буду на этом зацикливаться. Да, это очень важный момент, на самом деле. Мне очень давно и очень сильно хочется сделать подробный рассказ о наследии Глушкова, о том, что это за человек был, потому что об этом вспоминаем, знаешь, только тогда, когда волна новостей приносит какую-нибудь ссылку на публикацию в западной прессе, и оказывается, что интернет придумали не только за рубежом, но у нас была собственная система, ничуть не уступавшая ему, а самое главное, она же для чего была нужна и для чего она нужна была американцам. Эта система, это автоматическая система управления, это система, которая помогла бы избавиться от многих издержек государственного планирования. Это система, которая, в принципе, реабилитировала саму идею государственного планирования. Сегодня отвергнутую, мы живем в бесплановом обществе, мы живем в хаотическом обществе, Называемый межотраслевой баланс, это, кстати, достижение нашей советско-экономической научной мышли. Вот этот знаменитый межотраслевой баланс, разработанный еще до войны специалистами Госплана. Потом в него вносились определенные коррективы. Я сейчас не буду вдаваться в эти все исторические сюжеты. Потом, кстати, была предпринята вторая попытка реабилитации вот этой Косыдинской реформы в 1978-1979 годах. Эту попытку возглавил, ну, за благословление самого Алексея Николаевича Косыгина, его зам по правительству, глава ГТНК, академик Кирилля, но ему тогда дали по рукам, отправили в отставку. Это, кстати, сказалось и на том, что здоровье Косыгина резко прошатнулось. Он в октябре получил инфаркт, а в декабре 1980-го года скончался. Так самое-то смешное, что когда, значит, уже при Андропове была создана рабочая группа по реформе управленческого механизма, то в состав этой группы вошли три человека, все эти люди живы. Со всеми с ними я был знаком, вот, и, ну, что значит, был и до сих пор знаком, это Михаил Сергеевич Горбачев, Николай Иванович Рыжков и Владимир Иванович Долгиев. Вот эти вот три представителя высшего партийного государственного руководства, они возглавили вот эту вот комиссию по экономической реформе. И за основу, кстати, они взяли именно наработки комиссии Кириллина, а там в основе лежали наработки вот этой вот школы или группы Аганбегяна и компании, которая исповедала такой принцип, что вот мы должны сделать рывок в машиностроении, и вот то, вот резкий подъем машиностроения, в широком смысле, там и станкостроение и т.д. и т.п., оно и станет тем вот золотым звеном, с помощью которого можно будет вытянуть советскую экономику. То есть у них в мыслях даже не было понимания того, что произошел слом сталинской модели экономики, что у нас в основу производства был положен хозрасчетный принцип, пресловутая прибыль, ну и т.д. и т.п. И когда вот эта вот, значит, программа ускорения в 85-86 годах показала свою неэффективность и начала давать сбои, вот здесь вот Горбачев начал лихорадочно хвататься, знаете, как рыба глотает воздух пойманный, да, так и здесь Горбачев начал лихорадочно хвататься за любые способы решения проблем, и тут ему Александр Николаевич Яковлев и его оруженосцы, которые уже давно окопались в ЦК, еще со времен Хрущева, они ему сказали, Михаил Сергеевич, давайте резко свернем с экономики в политику, дескать, надо ударить по штабам, вот мы сейчас ударим по штабам, и тогда у нас произойдет кардинальный сдвиг, тогда мы решим все проблемы экономики. Горбачев, будучи сам по себе необразованным, довольно, ну не сказать глупым, но довольно, значит, таким вот, не шибко умным, прямо скажем, человеком, он поверил в эту сказку. Да, давайте ударим по штабам, точно, у нас там вот в обкомах, в горкомах, у нас в министерствах, у нас в ЦК сидят вот эти закостенелые там бюрократы, пятая, десятая, мы сейчас обновим кадры, совершим кадровую революцию, и вперед из песни. И вот под этот шумок, но сам-то Михаил Сергеевич еще не понимал вообще, о чем шла речь, а Яковлев-то прекрасно понимал, о чем идет речь, потому что это был один из элементов той самой программы, о которой Александр Николаевич потом сам разболтал, что у них был выработан целый алгоритм действий по разгрому советской экономики, советского государства и так далее, и так далее. И второе важное обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, перед тем, как нам, наши уважаемые, так сказать, телезрители и радиослушатели... Начнут задавать вопросы. Я не знаю, как они смотрят, да? Зададут вопросы. Значит, смотрите, надо прекрасно понимать, что именно после 20-го съезда партии, 56-го года, когда вот этот вот предельно лживый хрущевский доклад о сталинском культе, стал достоянием мировой общественности, это внесло колоссальный удар по международному рабочему коммунистическому движению как таковому. И что особенно важно, появлению внутри этого движения, особенно в передовых европейских странах, где существовали наиболее крупные коммунистические партии, авторитетные коммунистические партии, я имею в виду прежде всего Францию и Италию, значит, вот этих идей еврокоммунизма, основанных на лживой идее конвергенции. Нам эту идею конвергенции вот в такой красивой обертке, как конфетку, сунули, и мы на нее купились. Совершенно верно. И, кстати говоря, и Прагу с Будапештом это тоже предопределило. Да, да. И когда в 1958 году в Праге была основана редакция международного журнала «Проблемы мира социализма», состав предколлегии которой вошли представители всех наиболее крупных коммунистических и социалистических партий всех стран мира, вот там стала эта редакция, стала прекрасной площадкой по формированию и переформатированию вот тех самых внутрипартийных диссидентов, которых сам Леонид Ильич Брежнев любовно, он прекрасно знал, что это такие, называл «мои социал-демократы». Ну, по-русски говоря, не большевики. То есть вот те самые февралисты, то есть эсеры и меньшевики, которые свернули бошку государя-императору в 1917 году, а потом развязали гражданскую войну. Так вот эти вот мои социал-демократы в лице Черняева, Шишина, Шахназарова, Бовина и именем «Легион», да, они окопались не просто в аппарате ЦК, а на ключевых должностях в аппарате ЦК. Но достаточно вам сказать, что, например, в международном отделе, который возглавлял Борис Николаевич Пономарев, значит, еще сталинский кадр, который еще при Сталине начинал работать в Коминтерне, но при этом был редкий вообще антисталинист по своим взглядам, да, его заместителями были Черняев и Шахназаров. Во времена Горбачева Анатолий Сергеевич стал его помощником по вопросам международной политики, и он сдавал вместе со своим шефом всю социалистическую систему, а Георгий Хасрович, сын Карена, ой, пардон, папа Карена, значит, Хасровича, этого Георгиевича, он был помощником Михаила Сергеевича по вопросам внутренней политики, в том числе вопросам, значит, реформы советского государственного конституционного строя. Ведь именно с его подачи, я имею в виду юридической, учреждался пост президента СССР, который рушил всю систему советской власти, потому что он вообще не вписывался в эту систему. Ведь с учреждением поста президента у нас рухнула сама система советской власти. Второе, он же, Георгий Хасрович, значит, условно говоря, юридически оформлял отказ от шестой статьи, где закреплялась ведущая и руководящая роль КПСС как стержнеполитической системы советского государства, ну и так далее, и так далее. То есть фактически к приходу к власти Горбачева весь аппарат ЦК был поражен метастазами вот этих вот внутрепартийных диссидентов, еврокоммунистов, которых на Западе давно уже купили за понюшку табака, в прямом смысле, за грюмники. Не как Яковлева. Яковлев это старый агент влияния, который был заверван еще во время учебы в Колумбийском университете. Человек чрезвычайно хитрый, я его лично знал, чрезвычайно, значит, осторожный, такой, ну, я как-нибудь буду, если, да, Господь дарует мне, так сказать, силы и годы, то я напишу обязательно книгу об этих всех персонажах. У меня, слава Богу, сохранились записи дневниковые и так далее, и так далее. Понимаете? Ведь потом, ведь, Паш, я закругляюсь. Даже я хотел на сладкое тут одну новость еще зачитать, которая наверняка уже и так попала на глаза тем, кто за нами присматривает, следит. Тут у нас гражданин Лазар, который равинно судил советское прошлое и призвал захоронить тело Ленина. Я просто процитирую сообщение Интерфакса, тело Ленина должно быть предано земле, а могилы с кладбища у Кремлевской стены перенесены на другие кладбища. В том, что это необходимо сделать, сходятся представители всех вероисповеданий. Что касается Мавзолея Ленина, я полагаю, что разрушать его не надо. Здание вполне органично вписалось в ансамбль красный. Наверное, здание может пригодиться кому-то еще. Лучше бы организовать в Мавзолее музей, например, филиал Ельцин-центр, подозреваю. Давая оценку Ленину и Сталину, Берлазар отметил, что и тот, и другой люди, залившие страну кровью и попытавшиеся заменить веру в Бога культом обожествленных вождей. Короче говоря, вот такой... Били Иисуса Христа. Били Иисуса Христа.